Всем привет! Меня зовут Ира, я из города Харькова. Хочу оставить отчёт о марафоне женственности Оргива Ляйна. Это не первый мой марафон. Первые два были несколько лет назад. Но по такой вот осознанности, по такой вот глубокой внутренней работе это, я считаю, мой первый марафон. И самый глубокий, проработанный, самое глубокое впечатление, ощущение оставили письма обид. Письма обид – это глубокая работа уже была. Вообще я изначально не хотела писать эти письма, потому как я их писала уже в предыдущих отчётах. И у меня какой смысл повторяться. Опять пропишу те же какие-то бытовые проблемы, бытовые биты детские, которые там были года в 4-5 и так далее до какой-то, до юношеских лет. Какой смысл было их писать? Ну, так как задание дали, можно выполнять совершенно-совершенно другого содержания письмо, совершенно другая работа, совершенно всё по-другому, всё, никаких бытовых проблем, никаких таких бытовых обидок, обидки, обидки вот этих вот, ничего, было очень много душевной проработки, душевного такого вот, знаете, душа поговорила с душой. Мне очень многие вещи стали понятны в поведении мамы, многие вещи я увидела, почему она делала, многие вещи увидела, что я повторяю то, что, допустим, мне не нравится моё поведение, я сейчас в своей жизни это повторяю. потому что, как бы, неосознанно осуждаю это, да, но, тем не менее, увожу это в свою жизнь. То есть для меня это было, как бы, таким вот, немножко перестройкой в мою музыку, что что-то я не так делаю. Второе письмо. Было очень много слёз с мамой, много и плакала, и много осознала, много поняла. Очень такое сильное ощущение оставили, оставила это письмо. Вот второе письмо было папе. Папе вообще не хотела письмо писать. Я на папу вообще не обижаюсь, у него папу нет обидка. Вкусно, чтобы написать письмо. Через несколько дней я всё же написала папе письмо, и после этого письма у меня появился папа. До этого папа ушёл, когда я ещё была маленькая, и, как бы, такого вот, знаете, как говорят, папа первый мужчина в жизни девочки. Вот у меня такого не было ощущения, у меня не было такого вот внутри ощущения, что у меня есть защитник, первый мой защитник, да, у меня есть какой-то, у меня есть основа, у меня есть мужчина, которого я буду, допустим, там, своих последующих мужчин буду сравнивать, а такой мне подходит или не подходит, а вот он, ну, как минимум, должен быть лучше папы, да? Если он даже до папы не дойдёт, значит, фильтр, фильтр можно сдаёт. Вот у меня такого ощущения не было, у меня не было ощущения отца в моей жизни, не было какой-то любви, не было какое-то принятия, я не чувствовала его любовь к себе. И после этого письма я ощутила, что у меня папа есть, он меня любит, он меня любил, когда он жил с нами, он меня любил после того, как он ушёл, мы с ним ещё какое-то время общались, он любил так, как он умел любить. Он, в принципе, ребёнок войны, он родился до войны, то есть всё это он прошёл, и, ну, как он его так любил, и поговорив с его душой, его уже нет, я очень-очень много видела, поняла, осознала, приняла его любовь, приняла папу в свою жизнь. Я вот теперь живу с ощущением, что у меня вот есть папа, есть. Мало того, у меня есть и дедушка, дедушка, которого даже моя мама, по маминой линии, которого даже моя мама не знала и не видела, они с моей бабушкой познакомились в концлагерях, не в концлагерях, нет, ну, на территории Германии, их как просто молодёжь забрали туда работать, они не в концлагерях были, нет, просто там рабочая сила, к ним там очень хорошо относились, мы там работали, вот они там познакомились, и моя бабушка вернулась в Украину, а дедушка попал в, как изменник родине, в общем, попал в Сибирь на лесоповал, и там умер. Вот, получается, мне даже мама его не знала, а ко мне у меня дедушка приходил в медитацию, то есть я одна, потому что я получила папу, я получила ещё и дедушку, это вообще чудо, и почему-то, ну, папа, папа, да, а дедушка по маминой линии, ну, почему-то они ко мне теперь всегда приходят в твоём, в медитацию. Так что вот письма бедные мне привезли очень глубокое впечатление, очень, очень мне понравилось задание с работой с эмоциями, я вообще очень зажата такой человеком была, с детства у меня вот все эмоции, все мои мысли, все переживания, всё, я даже была в себе, никому ничего не доверяла, никому ничего не рассказывала, сейчас я стала более открытой, более открытой в первую очередь я саму себя, я саму себя начала вообще понимать, чувствовать, видеть, принимать, какая я, кто я вообще, что я женщина, что я вот такая вот, с такими мне потребностями, с такими мыслями, с такими желаниями, и здорово, узнать себя, знакомиться с собой, это прекрасно, это чудо, и это то, что я приобрела в этом марафоне, я приобрела себя, это самое, самое сказочное, самое богатое, самое лучшимое приобретение, не только в рамках этого марафона, а еще за всю жизнь, вообще марафон очень, очень логично, очень так, очень, по-женски, мягко, и в тоже время, логично составлен, то есть потихонечку, каждое задание, это новая ступенечка к себе, новая ступенечка к себе, то есть ты потихонечку, и то, что сразу на тебя наваливается все, или там с конца, ты потихонечку, с самого начала, идешь, идешь, делаешь шаги, навстречу к себе, я этот путь прошла, и я Биллона благодарна Ольге Алексееву, то, что они меня взяли в этот путь, так как участие в этом марафоне, я на самом деле выиграла, я выиграла ВКонтакте, в участке, в сколько-то там дней, 10 полу дней без брюк, в юбках, уже не помнишь, но это, во-первых, самоучастие вот в этом мини-марафончике, это был очень, такой, очень хороший толчок, я после этого просто длинную юбку просто не снимала, я не могла ее снять, мне было настолько комфортно в длинной юбке, настолько классно, я не могла даже деть короткую, не говорим уже никакие в юбках, штанах, шортах, я даже короткую юбку не могла, даже по колено, вот там юбка карандашная, я тоже такую юбку не могла надеть, потому что вот длинная юбка, это вот, я очень замедлилась, я очень стала женственней, ласковей даже самой собой, если раньше я себя за что-то там ругала, постоянно ругала себя, но сейчас я более стала мягче себя к себе относиться, больше баловать себя, больше любить, я очень рада, что я попала на этот марафон, прошла, прошла его, что все сложилось так, и продолжает скатываться, я сейчас продолжаю работать с лоном, хотя раньше рот, я даже не знала, что это такое, я не миг, не мигала, не занималась, но вообще для меня это было что-то, ну, ко мне даже не приходили эти знания, сейчас ко мне эти знания приходят, из разных источников, приходят знания о том, что такое рот, о том, как это важно, как с ним работать, как почитать предков, то есть марафон закончился, а работа продолжается, даже не работа, а путь к себе, путь к себе настоящий, путь к своему роду, я с этим марафоном я начала жить, раньше я думала, что вот жизнь, она где-то, жизнь, она вот где-то там, а я вот где-то здесь, я где-то на обочине, мимо проходит жизнь, она проходит, проходит, а я вот здесь, теперь, я не скажу, что я прямо в центре этого времени, но я уже живу, живу по-настоящему, и не помню, что я приняла в себе женщину, я меня раньше не было до такого понятия, мужчина, женщина, какие у кого ролики, какие у кого задачи, приличие вообще, зачем рожден, сейчас я чувствую, что я женщина, женщина, а, выше буквы, не просто человек, а именно женщина, и я стала гораздо спокойной, гораздо вот принять, я стала больше. Очень благодарна Ольге Валяевой и ее мужу, и вообще всей семье за себя в этом марафоне. Собственно, зачем я приходила в этот марафон? Я приходила, чтобы узнать себя, узнать, какая я, что я есть. Себя я получила. Это сто процентов. Я себя узнала, я себя начала узнавать. Я благодарю семью Валяевых за себя. Я рекомендую девочкам, женщинам в любом возрасте, если есть какие-то вот сомнения по поводу своей женственности, своего вообще внутреннего. Это же почему я вообще пришла на этот марафон, да, и у меня я себя не любила. Это я уже поняла в рамках этого марафона, что я себя не любила, и я пришла к отношению, не любя себя. Соответственно, мне эти отношения четко показали, как я себя не люблю, насколько я себя не люблю. Пройдя марафон, уже вот сейчас прошло какое-то время после марафона, да, я учусь любить себя. Да, в детстве мне этого, может быть, не дали, но сейчас я сама учусь любить себя, и это прекрасно на самом деле, потому что, как я где-то услышала, самое главное, что я люблю себя, это ты, поэтому к себе нужно относиться очень и очень на самом деле. Вот поэтому я очень благодарна марафону за вот это вот чувство любви к себе, принятие себя, и рекомендую всем девочкам, девочкам, это не значит, что только девочкам, девочкам, женщинам, девушкам, кто занимается, что любить себя это хорошо, кто приходит к вам. А на этом научат. Пока-пока.